Представьтесь, будь ласка, кто вы е. Покажи, будь ласка, по свитчине свое. По свитчине у меня это машинка. Ну что значит машинка? Вы составляете протокол на меня, а у вас нет... Так, чекайте, я за вас возьму его. Чекаю, давайте. По свитчине, будь ласка. По свитчине на камеру не снимай. Да, да, хорошо. Друзья, что сейчас происходит? Значит, на меня составляется такой же протокол, как и на Валерия, о нарушении государственной границы Украины. Составляется держанной прикордонной службой. Якобы мы отошли от середины реки, когда была встреча с молдавскими браконьерами, когда мы снимали браконьерские сети, потому как они перекрыты с двух сторон берега. То есть мы были на территории, на которой с одной стороны молдавская территория, с другой стороны украинская. И когда снимали сети браконьерские, так как они перекрывают полностью Днестр с одного берега до другого, то мы, получается, несколько раз нарушили державный кордон Украины. И благодаря этому видео, которое посмотрели украинские пограничники, они на основании видео моего YouTube-канала на меня составляют протокол. Хорошо, но по камеру мне не надо показывать. Подавите, так. Да, смотрю. Так, лейтенант Гвоздюк Ирина Александровна, вельско-службовец Белго-Днестровского перекордонного загона, посвечения. Так, дата выдачи 19... 8.06.2019. Да, пожалуйста. Ну, добрый, если так. Ирина Александровна, скажите, будь ласка, а где ваша маска? Почему вы без маски? Ну, я так же, ну... Как вот она, у меня маска на месте. Вот. Какая-никакая, но маска есть. У меня вопрос к вам. Где ваша маска? Когда шла, упала, она заместилась. На данный момент нет возможности купить. Так что тут у нас нет, только нужно переходить дорогу. Ну, так подождите. Вы сейчас выполняете свои службовые оборудования? Конечно, конечно. А почему вы без маски? Значит, тогда сначала нужно было надеть маску, а потом выполнять свои службовые оборудования, которые вы сейчас якобы выполняете. Так или нет? Так. Ну, так, пожалуйста, сделайте так, чтобы не было никаких проблем потом у вас. Будь ласка, порекоментуйте, а что вы сейчас делаете? Сказали протокол про нести неправопорушение, те, что вы не законно перед новой бюджетной контрольной 6-й, но 4-го 2020-го года. Мы спали с гражданином Маренченко. Дайте, пожалуйста, ваши документы, чтобы освечивать особу. То есть мы нарушили границу Украины? Да? Правильно? В сторону Республики Молдови и в згородном направлении. Я прошу. Скажите, пожалуйста, какую статью закона, какого закона мы нарушили? Частину 2 стаття 204, прям, 1 закону Кодексу Украины про нести неправопорушение. Так границу я нарушил на основании какого закона? Закон Украины про державный кордон Украины. Частина? Стаття 3. Стаття 3, да? Скажите, пожалуйста, Днестр, судоходная река? Так. Судоходная. Вы читали статью 3 закона Украины? Это вам не интервью, пожалуйста. Нет, я пытаю, потому что это потом будет в суде обязательно, как доказ, доказ моей невиновности. Так вот, я еще раз пытаю. Якщо Днестр, судоходная река, вы читали закон про державный кордон Украины. Что в нем написано? Вот он, закон Украины про державный кордон. В нем написано. В статье 3. Встановление державного кордона Украины. На судоплавных речках посередине головного фарватера. Видите, что написано или нет? Так, я вижу, что написано. У меня вопрос к вам. Мы порушили фарватер? Будь ласка, скажите, будь ласка. Мы порушили фарватер? Вы незаконно перетнули державный кордон Украины. Каким чином? Середа кордон проходит посередине речки. Написано в законе в судоплавных речках посередине головного фарватера. Так. Где головный фарватер? Посередине речки. С какого боку вы взяли это? Почитайте, в самом-самом законе, без значения термин фарватер. Так, почитайте. А он там не посередине реки. Фарватер идет по глубине, вы знаете? А почитайте еще дальше. Дальше читайте. Хорошо, я прочитаю, что дальше написано. Фарватеру. Або тальверу, тальвику речки. Что такое тальвик, не знаю. На несудоплавных речках, ручьях, по их середине, або середине головного рукава речки. На несудоплавных. Понимаете? А Днестр, как вы сказали, и это правильно. Днестр является судоплавная река. Место вашего гражданства находится так же по месту Проперска? Так. Так у меня до вас вопрос. Каким образом вы померили, что мы порушили державный кордон Украины? Перепрошу, Малиновский, это как у вас читается? Так и читается. Нет, я считаю, что это... Чуете, я вас пытаю? Так, я вас чую. Так, ну, отповедайте, пожалуйста. Я перепрошу, но я не могу отповедать и писать одночасно. Ну так вы же доведите, вы сначала доведите мою правину. Я вам сказала, что вы порушили закон Украины, продержавный кордон Украины, статтю третью. Ну я же вам показал, прочитали бы вместе, что он идет по фарватеру. Как вы поделили, что мы нарушили? Мы же на берег не выходили. Вы были в колоберегу речки Республики Молдовец. Кола? Что такое значит колу? Били берегу. Как это было били берегу? Это от сколько метров от берега? Можно сказать, что вы были... Кола на... Я вам скажу, что точно на самом береге речки... Нет, на береге мы не были. Не были, я говорю. Нет. Вас, я не знаю, сколько там метр не хватало. Сантиметр, точнее, чем... Чего? Я там бракон деревьев. Так где мы были? На территории Республики Молдовец. Понятно. Ладно. Ну вот так вот, друзья. Делаешь доброе дело, да? Пытаешься спасти водные беоресурсы. И Державная Прикордонная Служба составляет вот такие вот протоколы. Это позор для всей Украины. Я надеюсь, что вас, когда увидят наши украинские граждане, они, на жаль, увидят в вас лицо Державной Прикордонной Службы. А это дуже погано. Дуже погано. Ну, ладно. Место работы ваша посада, скажите, пожалуйста. Блогер, Ютуб-канал, все для клевого. Скажите, пожалуйста. Даня про притягнение до местной непосредственности были в протягом урока? Нет. А вы на мои питания будете доповедать? Так. Доброе. Я сначала допишу, а потом допишу. А когда вы допишите? Ну, полностью весь протокол, а потом только будете доповедать на мои, да? Да. Доброе. Хорошо. Сладает. Это вот называется, знаете, как благими намерениями выслана дорога в ад. Вот так вот и у нас получается. Убираешь баконевские сети, а тебе еще на протокол административного прорушения. На. И не суйся туда. Ну, а как это? А как это ваш протокол? Как это можно по-другому понимать? А как его не порушить, если браконьеры ставят сети через всю реку с одного берега до другого? Ну, то есть один кол... Скажите, посмотрите, с одной стороны, да, со стороны Украины, один кол, на котором держится сеть, вытащить, да? А второй пускай болтается на малавской стороне. Я правильно понимаю? Так? Ну, вы же не можете незаконно перетутать державный кордон. А я не порушил. Там же четко написано. For water. А где проходит for water, вы знаете? Нет. Ну, тогда что вы составляете протокол? У вас нет доказов по справе, взагалі, немае жодного. Володейте украинской мовы. Так. Послуги перекладача не потребуете? Нет, не потребую. В какой умове вы желаете давать пояснение? На российской умове. Послуги перекладача потребуете? Можливо, да. Треба потребуете? Да, потребую. Да. Вы можете мне хотя бы объяснить еще раз состав моего правопорушения? Где и что я нарушил? Где и что я пересек конкретно? Вы на законоперетонный державный кордон в сторону Республики Молдовы. Где? В наступном напрямку. Где? Это кордонный знак 06060607. Это где? И вообще, как определить эту линию разграничения, если в воде отсутствуют какие-либо знаки? Как определить? Они же, эти знаки, стоят на берегу. Чудыш, я вам скажу? Нет. Потому что я понимаю, что нарушение государственной границы это является пересечением какой-то установленной полосы. Я так понимаю. А в воде ее нет, ее определить невозможно. Тем более в законе четко написано, что это по фарватеру идет граница. Вы даже сами не знаете, где находится фарватер. Как вы можете на меня составлять протокол? Объясните. Вы меня чуете? Так, я вот только... Ну так, ответьте мне на вопрос. И у меня, кстати, вопрос не только к вам, а ко всей погранслужбе. Ну и к вам в том числе. Почему погранслужба бездействует на этом участке? Почему молдавские браконьеры наносят ущерб рыбным запасам Украины? Объясните мне. Вы же видели в этом видео, я так понимаю, это по части 14 моего видео, да? Рейд по браконьерским сетям, часть 14, да? Вы же видели, сколько там браконьерки с сетей мы вытащили? Видели, нет? Так, бачу. Ну, вот мне объясните, почему погранслужба бездействует на этом участке? Ведь кто-то ж пересекает постоянно границу, ставя эти сети. Ирина Александровна. Ничего это меня, да? Вообще, мне хотелось бы знать, сколько державной прикладной службы на этом участке было выявлено грубых нарушений. По рыболовному вопросам иностранных граждан. На такое питание я не могу вам давать ответственность. То есть вы не можете сказать, сколько сетей лодок изъято, какую ущерб вам нанесено, ничего не можете? За який период вам не могу так сказать. Один единственный вопрос, о чем я вам задам, и больше практически вопросов задавать не буду. Я интервью вам не даю. Интервью, если хотите, только через командира. Ну, вот у меня конкретный вопрос. Какие у вас есть неоспоримые доказательства моей вины? Неоспоримые доказательства, скажите мне. Какие у вас есть? Есть какие-то? Ирина Александровна, я вас пытаю. Чуете меня? Не чуете. Ну, ладно. Вот такие вот специалисты работают в державной прикладной службе. Нажали. Вики и рублят непонятную справу. Только чтобы показатели свои увеличивать в количестве протоколов. Бессовестные люди. Ладно. Друзья, чтобы вы понимали, ситуация произошла в следующем. Когда закончилось слушание дела по Маренченко, по такому же самому протоколу, мне предложили остаться для того, чтобы составить на меня протокол. Я, как законопослушный гражданин Украины, остался здесь, хотя мог спокойно уехать, как бы и никто меня не имел права задержать. Но, понимаете, вот именно такими действиями я хочу вам всем показать, что нужно бороться за свои права, отстаивать их в судах. И после этого наказывать вот таких людей, которые тупо выполняют непонятную работу. Извините, можете, если я вас как-то обидел этим словом «тупо», но другого словосочетания. После того, когда суд был выигранный по Маренченко, и вы были свидетелем этого, что нет никакого состава преступления, состава правонарушения, а вы все равно пишите этот административный протокол, но это говорит лишь о том, что у нас в стране, к сожалению, есть вот такие вот структуры, которые, как бы правильно сказать, чтобы не мотикнуться. Познаемся, пожалуйста. Познаемся, мне будет это давать оттуда? Здесь, да, буду. Познаемся, пожалуйста. Все, составили? Так, трабо шпп поясненьше. Вы уже составили протокол? Да, ну тут трабо шпп эту ознаемность и написать это своей поясненьше. Давайте. Давайте ручку. Так, чтобы я понимал, что тут написано. Так. Белоргенестровский прикордонный загин видел прикордонные службы Беляевка, Одесской области, Беляевский район, село Яськи, на улице Центральной 3, правильно? Протокол вместо Беляевка. Помещник начальника видел прикордонной службы Беляевка, начальник группы административно какой? Иростоктильный идеализм. Какой? Иростоктильный идеализм. Ну, короче, понятно. Так, Третьяковый Александр Маколаевичцы, я предоблачена часть 2, статья 204, прим. 1, да, Купапа. А самое. В акватории Рижки-Днистр, в районе прикордонного знака 06060607, это где он? На пивничной, на пивничной колесе, на северной колесе села Маяки, да? Правильно? Правильно? Так. Маяки. Одесская область. Значит, между 13 годинами и 14 годинами, а как вы определили, что это 13 и 14 година? Почему не между 14 и 15, или между 10 и 11? Как это вы определили, что именно в этот период? Потому что, честно говоря, даже я не знаю, когда мы это сделали. Нет, приблизно. Нет, что значит приблизно? Тут конкретно написано, никаких приблизных. Нет, написано. Потому что всю полноту ответственности сейчас ложится на вас. Не на державную прикордонную судьбу, а на вас особисто. Потому что вы складаете этот протокол. Наденьте, пожалуйста, маску. Да, она надета. Она надета. Она надета нормально на меня. Так что? Так вы не снимаете себя, не снимаете себя. Я себя тоже сниму, не переживайте. Когда я заважаю за потребность. Так что? Как я перетенул державный кордон? Что я сделал не так? На плав заселы перетенули незаконный державный кордон в сторону Республики Мордовы. Конкретнее. Как я пересню? Что я сделал? Я вам еще раз повторяю. Незаконно перетенул державный кордон. Каким образом? Каким чином? На плав заселы. Я не говорю на чем. Я спрашиваю, каким чином я это сделал? Я вам еще раз повторяю, что незаконно перетенули державный кордон с стороны Украины, с стороны Республики Мордовы и в Зворотном Назвенке. Елена Александровна, у нас так диалог не получится. Вы сказали, что когда вы закончите написание, вы ответите на мой вопрос. Я вам отвечаю на ваши вопросы. Тогда скажите мне конкретно, какие у вас есть неоспоримые доказательства моей вины? Еще раз вам померяю, что в связи с тем, что было выявлено вину. Это неиспоримые доказательства моей вины? Как вы померили там? Как вы могли по времени, по месту определиться и по порушению? Мы жили на Республике Мордовы. Так. Вовторили вам, дали пояснение того, что на видео, что вы незаконно перетенули державный кордон с стороны Республики Мордовы. Есть какие-то доказательства моей вины? Все доказательства потом предоставили. Нет, подождите. Вы составляете протокол, вы обязаны мне предоставить доказательства моей вины. Доказательства по поводу этого беда находятся в стороне Республики Мордовы. Так и громадянины, да, особистые свои данные дали, они населятся. Мы не можем его для вас... Вы во время составления этого протокола обязаны ознакомить меня с доказами моей вины. Покажите мне доказы моей вины. Я, наверное, не забавязана. Не забавязана? Доброе. Хорошо. Так, ладно, продолжим, а якщо вы не забавязаны. Ну, это вообще нонсенс, блин. Это вы, как начальник группы административно-юридической деятельности, вы не відповедаете своей посаде, я вам скажу сразу. Ну, то уже пускай разговаривают об этом ваши начальники и думают, кого они берут на работу. Ладно. Значит, своими идеями Третьякова Александр порушил вымоги закону Украины про державный кордон Украины. А статью запишите здесь. А, вот оно здесь. Я же написал. Да, доброе. Хорошо. Пятого... А, это мои данные особисти. Блогеры тут говорят, все для клевого. Для клевого, а не для лового. Для клевого. Все для клевого. Все для клевого. А не для лового. Клев и лов, это очень серьезный момент. Исправьте, брус. Так, все понятно. Так... Пояснение особо, яка прилегается до статистикальной вправленности, может, это окремо. Вот тут можно писать, вот тут прямо, да? Вот отсюда, да? Вот отсюда, да? Так. Пишу. Мене, не ознайомили. Мене, не ознайомили з статтею 63 Конституции Украины. Статте... Статте 260... Не-не-не-не, вы завязаны особисто, меня ознайомлю в Аты. 268. Вы ознайомите з мот HOPE. Кодексу Украины. Это уже судья решит. Потому что он поба́чет вот це видео. Хайно, бачит. Да, все. Кодексу Украины. Про админ правопорушения. Не ознайомили. Не. Так, есть. Далее. Державный кордон. Не перетинали. Доказов не представлено. Не представлено. Дать мне, будь ласка, еще окремую арку, чтобы я мог дописать свои пояснення, потому что здесь уже нет больше места. Давайте. Тут уже написали о том, чтобы разглядался в помещении Беляевского районного суду. Хотя я наполягаю на том, чтобы разглядалась рост справ правоведства по месту моего проживания. И главное, что меня не ознайомили со статьей 63 Конституции Украины 268 Кодексу Украины про админ правопорушения. Меня не ознайомили, чтобы вы понимали. Вы ознайомили со статьей, чтобы такое поднести на правопорушение. Да? Да. Ну ладно, пусть это будет на вашей совести. Вы меня ни с чем не ознайомывали. Так чи не? Особисто вы меня ознайомывали? Не. Чини. Вы про это все прочитали. Про что я прочитал? Ничего я там не читал. Я не знаю, что там там мелкие почерки. У меня глаза это самое. Мне очки надо здесь, чтобы прочитать, что вы там понаписывали мелким почерком. Вы меня особисто чем-то ознайомывали? Вам придет с огольный мистерий суд. Чуете, что я говорю? Я вам так само позвоню. Вы меня ознайомывали чи не? Особисто вы меня ознайомывали со статьей 63 Конституции и 268 статей. Я не кричу. Скажите, вы меня ознайомывали чи не? Я вам еще раз відповидаю на это вопрос. Вы ознайомывали с этим протоколом про инвестивное правопорушение? Яким чином? Прочитавши это. Я вам сейчас говорю, тут мелкие почерки, я не чую, не бачу ничего. То вы можете запитати меня, что тут напротив. Что значит запитати? Вы особисто обязаны. Я могу запитати то, что вы сказали, что я не вижу, что тут пишут. Я вам могу прочитать. Кошмар какой-то. Настуса. Настус тут такого особенного мало? Есть. Малиновский район? Да, Малиновский. Малиновский? Да. Все? Да. Написали? Ну, я буду подписывать, когда мне дадут протокол, примерник. Вот. Когда у меня дадут примерник, я оба подпишу. Договорились? Все. Все. Доброе, что там. Покажите, я хочу сверить. И пояснили мои. Экземпляр пояснили мои. Где? Ну, как это не надо? Мне надо, чтобы у меня был полностью весь вариант. Хорошо, но надо нормально кричать. Я не кричу, я нормально говорю. У меня просто командный голос. Нет, нет, извините, я не хотел на вас кричать. Если я представляю сейчас, какая у вас будет паника, если я не захочу подписывать ваш протокол. Где я вам копию протокола не могу дать? Ну, тогда не дадите, я себе представляю, какая у вас будет сейчас паника. Так. Добрый, давайте ручку. Давай. Будь ласка. Застрянем вас в суде. Застрянем. Будьте здоровы.